МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну и тольяттинской ладе. Был очень серьезный разговор после поражения от Тольятти. Тольятти вообще два тайма. Ничего не создало нам ни одного момента. Тем не менее умудрились выиграть у нас. Именно умудрились. Голевую засуху форвардов в Волге, длившуюся же почти два матча, мог прервать Игорь Бугаенко. На 24-й минуте встречи Иван Кузнецов отмерил ему классный навес фланга. Но удар нападающего пришелся в собственную коленку. Куда лучше в самой концовке встречи получился у Алексея Цыганцова и Дмитрия Рахманова. Они разыграли стремительную контратаку и поразили нижегородские ворота. Вышел, получилось так хорошо. Забил. Ну там Леха Цыганцов все сделал. Просто оставалось забить только и все. Чтобы убить оставшиеся пять минут, волжане полностью сосредоточились на обороне своих ворот. Правда, концентрации, как и в прошлом матче против Тольяттинской лады, не хватило. В своей последней атаке олимпийц на удачу забросил мяч в штрафную площадку Воги, где самым расторопным оказался нападающий гостей. Андрей Хребков. Паритет. 1-1. Бевитая игра с минимальным количеством моментов. Много единоборств. В принципе, как она складывалась, в общем-то. Я думаю, итог справедлив. После финального свистка фанаты Воги все равно проводили команду аплодисментами. Но баннер, висевший на трибунах с первых минут поединка, так и остался актуальным. Неужели Вога и вправду расслабилась? Михаил Сашанский. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.